Диалоги Платона Диалоги Платона Чтобы приблизиться к пониманию фигуры Сократа в истории философии и разобрать непосредственно философию Платона, мы рассмотрим диалоги последнего. А обыкновенно диалоги дают на семинарах для самостоятельного прочтения. Давайте отметим, что это самые ранние философские тексты, которые дошли до наших дней. Ну то есть непосредственно, ну часто считается, что философия возникла в Греции, да? А самыми ранними текстами в Греции, которые в полном составе практически дошли до наших дней, это тексты Платона. Их важность для истории философии крайне велика, а потому я иду вот на такой эксперимент. И провожу лекцию о Платоне в формате краткого пересказа его диалогов. Но все-таки давайте небольшое вступление. Начнем с того, что главным героем почти всех диалогов является Сократ. Впрочем, надеяться на то, что Платон изображает Сократа аутентично, не приходится. Перед нами фигура определенно идеализированная, а взгляды Платоновского Сократа явно искажены и дополнены идеями автора диалогов. Впрочем, нравственная составляющая диалогов скорее соответствует духу Сократа, особенно если учесть, что его считают тем мыслителем, который совершил этический поворот в философии. Когда же речь идет о вопросах идеалистической антологии, геометрической физики или государственного устройства, то обычно считается, что это идея Платона, ну и верно скорее всего. Относительно учения Платона все довольно сложно, потому что его идеи как раз изложены в диалогах. А диалоги это художественный жанр. Следует заметить, что не все диалоги имеют завершение, а поэтому мы не знаем, к чему Сократ пришел в диалоги с тем или иным персонажем, и это не всегда хорошо. Некоторых неизвестно, что вообще по данному вопросу думал Платон. Впрочем, отметим основные черты платоновского учения. А вот они основные черты. Давайте обратим внимание, прочитаем. Объективный идеализм, развитая моральная философия, геометрическая физика, уважение к математике, дуализм бессмертной души и смертного тела, диалектика. Вот так вот. Вот у нас такие пункты. Давайте немножко их прокомментируем. Платон постулирует существование демиурга и идей, которые являются идеалистическими сущностями. Так, ну вот и получается, что у нас есть объективный идеализм в лице Платона. Объективный, потому что есть демиург и есть идеи, и они реально существуют. И да, они реальны, собственно, от всего остального людей и предметов, они реальны. Демиург и идеи. Также, что было принято после смерти Сократа, всякое философское учение, включая платонизм, начало разрабатывать свою этику. Платонизм в этом смысле не стал исключением. Платоническая этика основывается на довольно знакомых и привычных нам понятиях. Например, благо и справедливость. А непосредственно Платон внес вклад в развитие философии и математики и популяризации математического метода познания вообще. Ну, собственно, в этом пункте он апеллирует, конечно же, к пифагорейцам. Ну, он считал пифагорейцев, очень любил и уважал Пифагора. И удивительно, что на входе в его академию было написано «Не геометр, да не войдет». Вот и не войдет, потому что Платон любил геометрию. Даже его физика была пронизана чисто математическими фигурами, что мы разберем позже. А Платон также выводит эти, скажущиеся для христиан банальным, он первым сформулировал проблему дуализма бессмертной и бесподной души и смертного и материального тела. Основным методом достижения истины, по его мнению, была диалектика. Ну, собственно, метод диалектики на практике показан читателям в его диалогах. И раз уж лекция о диалогах не об авторе, то непосредственно перейдем к ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот и все диалоги, разбитые на тетралогии. А всего у нас 9 тетралогий и огромное количество диалогов. Сразу же отметим, что ряд из них, скорее всего, не настоящие, фейковые. Ну, то есть, их не писал Платон. Ну, вот такое, да. Но, с другой стороны, это официальное греческое разделение диалогов Платона. Греки думали, что Платон написал все это. И вот это все распределено не хронологически. Заметьте, это все не хронологическое разделение. Это разделение преимущественно по сути. По сути, по теме. Вот, например, давайте обратим внимание на... Давайте посмотрим, у нас тут они еще вот так вот разбиты. Обратим внимание, допустим, на шестую тетралогию. Тут про Тогор и Горги, и Винон, и Федем или Спорщик. В общем, диалоги про софистов, например. Вот по такой тематике здесь разбиты. А некоторые диалоги не совсем по тематике. Ну, то есть, вот так и забавно. Или вот, например, у нас есть... Так, какая? Восьмая тетралогия. Вот у нас есть государство. Перед государством вступление к нему. Потом Тимей о природе. Очень суровые тексты государства Тимей. Еще и Критий или Атлантида. А чем, в общем-то, государство Тимей и Критий близки? Тематика Атлантиды, кстати, просто там появляется. И вот они вошли в восьмую тетралогию. Тематика, да. Девятая тетралогия, она просто про законы преимущественно. Она посвящена преимущественно законам. Ну, неплохо. Хорошо. Еще раз давайте посмотрим вот на вот эту вот громадину. Вот столько диалогов написал Платон. Следует заметить, что Платон не самый, не самый, не самый, в общем-то, продуктивный автор в Греции. Есть более продуктивные, были более продуктивные авторы, но их тексты до нас не дошли. И Платон счастливчик, в общем-то, такой, да. Так вот, ну давайте перечислим хотя бы диалоги. Гиппи-Первый, Гиппи-Второй, Ион, Инексен, Клитофонд, Государство, Тимея. Критий, Минус, Законы, Послезакония. Ну, еще 13 писем сверху. Вот все тексты Платона. И не только Платона, судя по всему. Сомнения, кстати, есть, кто написал все вот эти вот тексты. По отношению ко многим есть у нас, в общем, вопросы. То, что вот это вот предложено разделение, оно было введено философом Платоником Тросилом. Ну, оно, скорее всего, не точное тоже. Ладно, все, переходим непосредственно к диалогам. Со вступлением мы затянули. Вот он, первый диалог. Называется Евтифрон. Тема о благочестии. Участники Сократ, Евтифрон. Рассуждение. Двое беседуют о том, что такое благочестие. Спор довольно неоднозначный. Прежде всего, проблема заключается в том, что герои данного диалога не могут определить, что такое благочестие. Именно определение. Они предлагают разные тезисы, разные термины. И опровергают их по ходу рассуждения. В общем, у знаменателя беседующий не приходит. Кстати, что интересно для Платона, вот это вот такой вот подход, когда люди до конца приходят в итоге к истине, но вроде к ней движутся, пытаются что-то найти. Он характерен для Платона. Платон в диалоге, он как раз занимает позицию искателя. И это хорошо. Так, ну давайте обсудим более конкретно, чем же занимались в этом диалоге, чтобы посмотреть, что вообще происходит в диалогах Платона. Так вот, они давали разные определения благочестия и опровергали их. Ну вот, первое определение, это деяние, которое желает совершить Евтифрон. В общем, если память не изменяет, в общем, да. Он решил настучать на отца своего, потому что тот совершил преступление. И вопрос, это является ли благочестием? В общем, Евтифрон считает, что то, что он собирается сделать, это благочестие, потому что он поступает по закону, потому что он молодец. В общем-то, он говорит, вот это благочестие. А Сократ с ним беседует на эту тему. Ну так вот, следующее определение, которое они дают, поскольку они отвергли первое, но то, что совершает Евтифрон, наверное, нет, сказали Али. А что, что, что такое благочестие? Это то, что угодно богам. Но это уже идет ответка. Но богам угодны разные вещи, а потому возникает противоречие. А что у нас угодно богам, а Ресу угодно война. А Фене тоже там своеобразная война, и мудрость там угодно. Какая-то умная война Фене угодно, например, да. Не знаю. Бакусу угодно, чтобы пили винишко постоянно. Тоже интересно. Как угодить всем? А тут же возникает следующее определение. Благочестие – это то, что угодно всем богам. Но и это определение опровергается. Следующее определение предлагает уже Сократ. Сократ любит слово «справедливость», и поэтому он говорит. Благочестие – это то, что связано со справедливостью. Но и тут же они опровергают это определение, потому что не все, что справедливо, является благочестивым. Вот так вот. Вот так, например. Дальше. Дальше благочестие определяется как принесение жертв и принесение молитв. Но тут возникает следующая ответка. Зачем нам приносить жертвы? Жертвы нужно приносить тем, кому это нужно. Вопрос. Нуждаются ли боги в том, чтобы им приносили жертвы? Ответ очевиден. Благочестие ни в чем не нуждаются, поэтому смысл тогда приносить ему жертвы. И в итоге Евтефрон вынужден вернуться к определению, согласно которому благочестие есть угождение богам. Вот так в кратком виде выглядят диалоги Платона. Я очень кратко представил. Там на самом деле очень большая беседа, в которой они реально пытаются выяснить, что такое благочестие. Спор о термине. Очень интересно в данном случае. Конечно, этический спор. Я не любитель этических споров, не любитель нравственности, морали. Но это пример именно диалектического спора, диалектического противостояния, но по теме этической в данном случае. Интересно. Следующий диалог. Апология Сократа. Кстати, вот его рекомендую прочитать. Он отличается от многих других диалогов. В чем тема диалога? Это ответ Сократа на обвинения. Участники. Сократ, Милет, Анид, Лекон. Милет, Анид и Лекон это обвинители Сократа. Рассуждение. Сократ опровергает обвинения в развращении молодежи в атуизме и признании иных авторитетов, кроме греческих богов. И плюс ко всему он рассказывает о том, почему там Тихия когда-то там дельфийская назвала его мудрейшим. Собственно, потому что он знает, что ничего не знает, а другие не знают. И это, в общем, классическая тема с Сократом появляется здесь. Также он считает, что вести беседы это его призывание. Более того, он оставит, что его никто не учил и никто у него не учится, по сути. Ну, то есть, люди просто слушают его диалоги и как-то сами подхватывают то, что он говорит, но не учится при этом. Он намеренно никого не учит. И поэтому якобы все обвинения в развращении молодежи, атуизме и признании иных авторитетов, кроме греческих богов, в общем-то, не является, как бы, весомыми. Ну, и вывод, конечно, просто. Сократа ждет смерти, какая-то злодерзость. Решение, кстати, принималось с помощью голосования. В Греции, да, так было принято в Афинах. И в заключении, собственно, почему философы решили вот так вот убить? Да потому что он очень нагло себя повел в конце диалога. Вы прочитайте, прочитайте, это интересно. На самом деле он просто очень-очень-очень жестко наехал на всех присутствующих Афинян и попытался их усыдить. И итог очевиден, как бы. Замечу, что мне, думается, вот данные события, описанные в этом диалоге, явились причиной для последующего обожествления Сократа. То есть Сократ почему-то вдруг стал самым главным философом Греции. Непонятно, по какой причине, но я думаю, вот, апологии раскрывают. Ну, а не только апологии, а вообще вот весь цикл таких диалогов, в которых Сократ умер. И вообще сама смерть Сократа. Если до суда и казни он был обыкновенным мыслителем, одним среди десятков равных и даже превосходящих его в мудрости и популярности, то после несправедливого суда и смерти его образ стал по-настоящему культовым для большей части сильнейших интеллектуалов того времени. Даже Аристип, который при жизни нередко критиковал Сократа, говорил, что хотел бы умереть так, как умер Сократ. И в сущности не зря, так как Сократ по воле случая обессмертил свое имя и обеспечил ближайшим ученикам, вроде Платона, славу. Я даже замечу, что смерть Иисуса Христа, она перекликается со смертью Сократа. Вообще, если мы допустим, что христианство, ну так скажем, выдумка как бы, то получится непосредственно Иисус взят с образа Сократа, просто потому что события идентичные. А человека несправедливо приносят в жертву после суда народного, так скажем. Ну, заставляют, он умирает, умирает и умирает. А смысленно, заметьте, Сократ, он признает, что умирать нормально. Очень много перекличек между смертью Сократа и смертью Иисуса, между прочим. Вот на это я всегда обращаю внимание, и это очень важный культурный контекст-аспект. Так, ладно, перемещаемся дальше. Критон. Критон, диалог о должном, о справедливости и несправедливости. Участники диалога Сократ и Критон. Да. Критон, кто такой Критон? Ну, это богатый друг Сократа, в общем-то. Он пытается уговорить Сократа сбежать из заключения в другой город, чтобы того не казнили. Но Сократ отказывается, указывая на то, что он законопослушный гражданин, и законы для него важнее жизни. Прекрасно, да? Ну, собственно, у Сократа, заметьте, был способ сбежать. Ну, то есть это, опять же, отсылка, скажем, христианства, которое возникло значительно позже. То есть Сократ знал свою судьбу и мог ее избежать. Но нет, нет, решил последовать. Собственно, Сократ сознательно идет на смерть, понимая при этом, ну, понимая, что он может спастись. Критон при том, человек обеспеченный, он мог бы содержать его в другом городе, и это было бы очень даже удобно. Удобно. Удобно, никто бы не умер, и никто бы не прославился. О, вот он. Один из главных диалогов в данном цикле. Он, кстати, не примечательный, ну, в смысле, он примечательен как раз, как диалог, отличающийся от прочих. А здесь Сократ очень назидателен, очень перед смертью, очень назидателен, он уже познал свою жизнь. Тема о душе. Участники Сократ, Фидон, являющийся основателем элида эритрийской школы философии, Эхекрат. Также присутствовали многие другие, некоторые из них даже, ну, не сказали и реплики, ну, просто они присутствовали, и это якобы известно, якобы Платон записал их присутствие. Это Аполлодор, Эсхин, Антисфен, Фисип, Минексен, Сими, Тибет, Фидон, Ефклид и Терпсион. Многие из них появятся в следующих диалогах, которые будут повествовать о предыдущих событиях, ну, то есть приквелах к этому сюжету. Это как бы финал, финал сразу же вам выдает Платон. Ну, да, вот эти все персонажи, многие из них будут появляться уже непосредственно в диалогах. Так вот, чему же посвящен диалог? А он посвящен бессмертию души. Сократ довольно авторитетно доказывает, что его душа в итоге будет бессмертна. Ну, на самом деле, он начинает с собой, ну, без разницы, бессмертна душа или смертна. Ну, то есть, если я сейчас умру и умру навсегда, там отправлюсь в ничто, ну, все, я ничего не буду чувствовать, меня от этого никакого минуса не будет. Ну, как бы, да, с жизнью поокончено, ничто меня ждет. До свидания, ребята. Продать от этого я не буду. А если моя душа, ну, собственно, не существовать и дальше, что по Сократу более вероятно, так скажем, ну, вот, давайте, что будет еще лучше, собственно. Давайте это докажем. Так вот. Давайте рассмотрим аргументы Сократа о десмерти души. Во-первых, он считает, что существует взаимное порождение противоположностями друг друга. А здесь Сократ рассуждает в том числе о переселении душ, которое, собственно, свойственно пипогорическому учению изначально. Так вот, после смерти его душа перейдет в другое состояние, а потом снова воплотится в новое тело. Противоположности не могут существовать друг без друга. И они друг друга определяют, а потому жизнь переходит в смерть. А смерть, ну, должна переходить в жизнь каким-то образом. Сократ считает, что, ну, иначе быть не может. И поэтому после смерти его душа умрет, его тело умрет, а душа перейдет в следующую жизнь. За жизнью следует жизнь через смерть, так скажем. Так вот, второй его аргумент заключается в том, что идеи разума, как припоминание того, что душа воспринимала до рождения человека. Вот, то есть, у нас есть некоторые идеи в разуме, которые существуют независимо от нашего опыта этой жизни. То есть, существуют некоторые припоминания. Припоминания того, что уже когда-то было. Вообще, для Слатона припоминание один из главных методов познания. И это очень важно, да, понимать. Так вот, а дальше о припоминании мы поговорим в следующих диалогах. Ну, здесь упустим, упустим и доказательства. Вы можете это прочитать. Сократ доказывает. Третий аргумент. Ничтожество чувственной материи и вечность идей разума. Ну, то есть, получается, что всякая материя смертно разрушима, а душа нет. И если есть некое нерушимое, а это идеи разума, ну, то значит, ну, душа бессмертна. И эти идеи разума непосредственно доступны нам, потому мы можем судить, что нечто вечное тоже есть. Опять же, Сократ это раскрывает более подробно. Ему отвечают другие, они не согласны, они спорят с ним, они пытаются выяснить. Насколько надежны его тезисы. Ну, это интересно. Это интересно просто. Посмотреть, как это все доказывается. Ну, четвертый аргумент. Душа это неучтожимая идея смертного тела. По платому телесный мир смертен и не может порождать вечные идеи. Идеи причина вещи, а не вещи причина идей. Ну, здесь тоже все просто. А вывод простой. В итоге. Душа бессмертна, а Сократ пьет секуту и умирает, покричав. О, Критон, я должен на склепию петуха. А, да. Этого тоже, наверное, должны знать, если интересуетесь греческой культурой. Вот что прокричал Сократ. О, Критон, я должен на склепию петуха. Да. Ну, собственно, это традиция. Это традиция, поэтому, ну, что тут поделаешь. Традиция есть традиция. Будет тебе петуха склепить. Кротил. Ох, кротил, кротил. Это суровый диалог. Тема о правильности имен и наименовании вещей. Участники Сократ, Кротил и Гермоген. Диалог очень суровый, так скажем, довольно-таки сложный. Так вот, рассуждение строится таким образом. Полная условность имен привела бы к путанице. А, у имени, ну, поэтому у имени должна быть некая правильная природа. Правильность от природы должна быть какая-то у этих имен. А, не всякий человек способен установить имя для вещи. Ну, то есть, есть некие имена божественные и человеческие. Ну, есть люди более, так скажем, божественные, чем все остальные. И вот эти вот люди могут все-таки, да, называть вещи так, как они должны быть названы. Да. Имена, которые дают вещам боги, они полностью соответствуют вещи. А другие имена, которые дают человеку в большей или меньшей степени. Так вот, существуют такие люди, как законодатели имен, которые опираются на сущность и вещей. И, исходя из этого, дают им наименование. Вот. Ну, и вывод тоже такой вот себе. Вывод вещи изменчивы, а потому изменяются. Изменяются их имена в том числе. А потому истину нужно узнавать из самих вещей и, как следствие, давать им наименование. Ну, то есть, если мы будем опираться на материю и просто давать им наименование, исходя из материи, то никакого толка от этого не будет, в общем-то. А надо опираться на сущность вещи, на ее идею. И тогда мы сможем давать правильное наименование вещам боги, и имеют непосредственное отношение к идеям, потому они всегда дают правильное наименование. А люди, кто в большей, кто в меньшей степени. Законодатели в большей степени, чем остальные люди, имеют отношение к сущности вещей, и потому они могут давать им правильное название. Так вот, рассуждение Сократа об имени довольно сложно, и сейчас там все крайне сложно, все это вот достать из диалога было действительно очень-очень тяжело. Впрочем, выводы мне все равно кажутся странными, они напрямую сообразуются с теорией Платона об идеях, ну и это хорошо, ну то есть систематически-логически Платон вывел вот это вот, соединил язык и теорию идей. С другой стороны, вот чисто у меня возникает вопрос, а какая у имен может быть правильность от природы, и почему же не всякий человек способен устанавливать с ними вещи, как нам, как нам, жалким неспособным людишкам, в общем-то, проверять действия того великого законодателя, а вдруг этот законодатель на самом деле шарлатан, и он не смотрит в сущность вещей, а просто дает наименование, как хочет. Конечно, Сократ пытается все это прояснить, но сама концепция, мне кажется, ну, далекая от так называемого реализма, даже номинализма, ну, она не так странная концепция, антиноминалистическая. В природе, как таковой, нет названий, нет избранных людей, которым дано устанавливать имена. Мы все устанавливаем имена, и непонятно, какие имена тогда правильные, какие ложные, кто законодатель, а кто нет. Язык состоит из имен, придуманных, так скажем, по терминологии Платона, законодателями и незаконодателями. Лично мне как раз кажется, что релятивизм в отношении имен уместен, а релятивизм опровергается Платоном. Так вот, у нас же существует множество языков, множество людей, которые разговаривают на разных диалектов, слишком много различий, чтобы рассуждать о правильности. Мнение кратило о том, что имена одинаково ложные, одинаково истинные, кажется мне возможным. Ну, то есть, нет никакой разницы между ложным и истинным именем. Впрочем, я полагаю, что имена просто никакие, они не истинные и не ложные, они просто есть. И нет никакого сущностного соответствия. Все это странно. Но, 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 опять же, несмотря на мою критику, тем Платон и ценен. Он излагает некие нетривиальные позиции даже для своего времени и пытается их доказать и сообразует их со своей философской системой. Это сильно. Это очень сильно. И то, что он занимался языкознанием и как-то соотнес вот эту вот теорию языка с теорией идей, это мощно. То есть, далеко не все философы пытаются заниматься лингвистикой и при том, что-то при этом доказывать внутри нее. Платон попытался. Это сильно было. А вот еще один диалог, который называется Теетет. О природе знания. Участники. Сократ, Теетет, Евклид, Терпсион. Следует заметить, что товарищ Евклид, который здесь присутствует, не тот самый Евклид, который занимался геометрией. Хотя тот самый геометр Евклид, это тоже Платоник, только уже более поздний. Так вот, это беседа о том, что такое в сущности знание. Выдвигается три точки зрения. Знание – это чувственное восприятие. Отвергается. Платоники отвергают вообще вот эту теорию. Знание – это не есть чувственное восприятие. Ну, то есть, вся наука, весь эмпиризм. До свидания. А также выдвигается термин, что знание – это правильное мнение. Ммм, тоже отвергается, да. А также знание – это правильное мнение с объяснением. Еще один тезис. Ну, то есть, мало, мало просто взять и угадать. Вот мы, не знаю, у нас есть там 50 концепций, мы такие угадали истину одной из них вдруг. Мы молодцы. Нет, этого мало. По Платону и по Сократу, так скажем, недостаточно хорошо. А вот с объяснением, правильное мнение, с объяснением, с доказательством, вот уже получше. Но тоже нет. Тоже все равно недостаточное определение. Так вот, ну, что вообще такое знание? Давайте так попробуем подвести вывод. Знание можно найти в усмотрении истинных начал и отношений. Оно имеет свой источник в видах, формах и идеях. Оно является результатом духовного созерцания. Ну, как-то так получается. Ну, в том числе, видимо, и, как это называется-то, припоминание, да. А вот мы движемся дальше. И нас ждет диалог Софист. Софист, а в этом диалоге главный персонаж уже не Сократ. Сократ участвует в диалоге. Тетет участвует в диалоге. Феодор участвует в диалоге. Но ведет его некий чужеземец. Чужеземец, да. И темы, темы о сущем, о Софистах, о бытие, небытие и так далее. Диалог довольно-таки сложный, путанный. И многие говорят, что он не принадлежит, собственно, Платону. То есть, я написал, скорее, возможно, не Платон. Многие исследователи так считают. Ну, ладно. Так вот, главная проблема, это определение того, что такое Софист. Что ж такое Софист? Кстати, замечу, что Платон считал, что Софисты, ну, по иерархии, вот, живых существ, по иерархии людей, так скажем, находятся ниже ремесленников. И чуть-чуть лучше тиранов они. Как-то так, ненавидел он Софиста. Ну, так вот. Главная проблема, определение того, что такое Софист. А все определения Софиста в диалоге признаются недостаточными. Чужеземец утверждает, что Софиста можно определить через искусство подражания. А это беседа о проблеме, даже рождается беседа о проблеме существования и бытия. А потом речь идет о возможности лжи в речах и мнениях. И только потом удается дать определение Софисту. И вот оно. Этим именем обозначается, основанное на мнении, лицемерное подражание искусству, запутывающему другого. В противоречиях подражания, принадлежащие к части изобразительного искусства, творящие признаки с помощью речей, выделяющих в творчестве не божественную, а человеческую часть фокусничества. Кто сочтет истинного Софиста, происходящим из этой плоти и крови, тот, кажется, выразится вполне справедливо. Ну, в общем, да, да, мы ненавидим Софистов, в Платиске ху-ху-ху, это нехорошо, да, Софисты отвратительны. Даже не знаю, что сказать после этого. Мне думается, что определение, которое дано Софистам в данном диалоге, основывается на коренном непонимании, что такое Софистика на самом деле. Замечу, что Платон являлся ярым оппонентом Софистов во всем их разнообразии. Впрочем, данный диалог интересен рассуждениями о небытии, в том числе, и некоторыми другими аспектами. А итоговый вывод, ну, такой, какой получился, мне кажется, он несправедлив. Ну, впрочем, это мое мнение. Можете прочитать диалог Софиста и сами, собственно, подумать об этом. Диалог политик о царской власти рассуждают Сократ, Феодор и, опять же, тот самый чужеземец. И посему этот диалог, опять же, не считается, да, принадлежащим Платону. Так вот, рассуждение. А в чем вывод-то? Политик должен быть свободен от законов. Так, ну, существуют еще такие подражательные политики, которые не свободны от законов. Ну, они им подчиняются. Это не самая лучшая политика. Если политик не свободен от законов, то, ну, какой он политик? У него нет власти, тогда получается. Опять же, этот диалог считается непринадлежащим Платону, а потому подробно разбирать его, ну, нет смысла. Простите, конечно. Можете прочитать, прочитать, рекомендую. Хорошо. Чужеземец прекрасен. Да. Чужеземец хорош. Чужеземец и в диалоге с Айфиес очень хорош, между прочим. Его двойственные беседы очень интересны, да. Даже если не Платон писал, писал человек умный. Это интересно читать. А вот и оно. А вот и оно. Оно просто сильно. Это диалог Парменид. Темы. О, идеи об идеях, о бытии, о движении и так далее. Ну, то есть захватываем все темы элейской школы. Я думаю, вы помните того самого великого Парменида. Ну и вот, допустим, старый-старый-старый Парменид со своим учеником Зеноном приехал, вроде как в Афины, я уже не до конца помню. Да, вроде как в Афины. И тут молодой, очень молодой и неопытный Сократ решил побеседовать с двумя благородными мужами из элейской школы. Да. А с ним еще присутствует Аристотель. Аристотель рядом с Сократом. Но не тот самый Аристотель, о котором мы уже знаем. Это не великий стагерит Аристотель. Не ученик Платона. Нет. Это просто какой-то Аристотель. Обычный Аристотель. Тут пришел никому неизвестный обычный Аристотель. И решил тоже поговорить. Так вот. У нас получается, что Зенон приводит рассуждение к отрицанию всякой множественности. То есть, для него все едино, неподвижно, нерушимо. Элейская концепция, мы ее разбирали. А в рамках второй гипотезы Платон выстраивает всю систему бытия. И он рассуждает о том, что о существующем, едином, возможно сказать, что и познание, и мнение о нем, и чувственное его восприятие. В общем, он что-то вот такое разбирает. Но в основе этой системы лежит второй парадокс. Он разбирает еще парадоксы, связанные с вот этой вот единственностью, неподвижностью, нерушимостью. Единое существует и познаваемо, только если оно есть многое. Вот что говорит Платон. Точнее, так как Платон от лица Сократа говорит это. Также он рассматривает третью гипотезу. Что испытывает другое, если единое существует? И подтверждает систему, выведенную из второй гипотезы. Четвертая гипотеза возвращается к первой. Что должно испытывать другое, если единое едино? Диалог очень сложный, на самом деле. И цель, в общем-то, Сократа доказать, что существуют идеи. Да, цель Парменида и Зенона опровергнуть эту идею. Так вот. И, ну, Сократ пытается доказать, что единомы не существуют. Существуют идеи. И это многое. Это платоновские идеи. Впрочем, Парменид усматривает некоторые трудности в теории идей. И в этом молодой Сократ с ним соглашается. Там появляется, по-моему, уже тот сильнейший тезис, который, в общем-то, говорит о третьем человеке. Его вроде бы как Аристотель выдвинул, но третий человек, скажем. Уже появляется в диалогах Платона. И Платон как бы сам себя критикует этим. И усматривает сложности в своей теории. И Парменид, кажется, даже побеждает молодого Сократа. Это вообще немыслимо. Впервые такое произошло. И вот опять как бы Сократ проиграл в споре. А почему? Потому что, видимо, Платон уважал Парменида очень сильно. Да, в этом диалоге излагается, диалог посвящен изложению теории идей, которые служат продолжением идеи единого бытия Парменида. Потому как Пармениду в этом диалоге оказано особое уважение. Да, и получается, что идеи вечны, неизменны и неподвижны, но сами по себе множественны. Множественны. И это единственное отличие идей от единого абсолютного бытия, которое проповедуют элейцы. И только благодаря этим идеям появляется чувственный мир. Идеи служат гарантом для единства вещей. Но это все опровергается в этом диалоге. Правда, не стоит полагать, что Платон так не считал и не пытался лучше это доказать. Впоследствии он попытается, видимо. В Академии попытается, его последователи попытаются это сделать. Ну, это диалог уже попроще. Филепп о наслаждении. Да, являются ли величайшим благом радость, удовольствие и наслаждение? Участвует Сократ Филепп Протарх. Сократ утверждает, что разумение, мышление и память имеют большую ценность, чем наслаждение. И Сократ говорит, что одни удовольствия присущи людям рассудительным, а другие невоздержанным. Приятное не есть благо, потому что многое из приятного дурно. А жизнь в удовольствиях и разумная жизнь нередко противоречат друг другу. Да? Кроме того, потом он добавляет, что у мира там есть душа и ум. Да, удовольствие же следует в паре со страданием. И в итоге делается вывод, что боги-то они не страдают и не радуются. Так что зачем нам радоваться, если это в итоге приведет к страданиям? Лучше будьте как боги. Не страдайте и не радуйтесь. В общем-то вывод такой, да. Любишь наслаждение, люби и страдать. И удовольствие не есть высшее благо. Ну то, что высшее благо у богов находится преимущественно, а не у людей. А да, диалог такой вот. Такой милый, такой наставительный, этический. А вот и пир. Пир. Очень известный диалог Платона. Рекомендую к прочтению. Один из первых диалогов, который можно читать для ознакомления с тем, что такое вот философия Платона. Это диалог о благе. Диалог о любви в том числе. Преимущественно о любви. Ну, обычно в названиях указывают, что он о благе. Участники. Сократ. Алкириат. Федор. Пафсаний. Федор. Федор. Аполлодор. Аристодем. И многие другие. Так, как бы пересказать диалог. В общем, мужики собрались выпить. И решили обсудить различные философские проблемы, в частности, воспеть любовь. Эрота. Эрота воспеть, да, решили. Так вот. Федор. 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 Тверждает, что Эрот. Это самый древний, самый почтенный, самый могущественный из богов. Который сделал очень много прекрасного для нашего мира. Пафсаний же говорит, что существует два Эрота. Как и две Афродиты. Небесный. Пошлый. Пошлый такой Эрот, да. Притом Афродита Небесная причастна только к духовному началу. А потому это любовь, конечно же, к юношам. К юношам, у которых дороживается разум, да. А у женщин разума нет, как в греки считали. Поэтому, ну, волк. До свидания. Поэтому, да, только пошлая Афродита. И пошлый Эрот тоже только для женщин. Обожаю греков. Это, короче, всегда забавно. Рексимах говорит, что Род растворен во всем сущем. Аристофан рассказывает миф об андрогинах. Людях, имеющих два пола. Их разделил Зевс на два. И после этого они ищут половинки друг друга. Когда их разделили на мужскую, женскую половину. И они ищут половинки друг друга. Когда они там друг друга найдут. И все будет просто прекрасно. Они испытывают невероятные чувства. В общем, вот Аристофан. Люди, которые любят про половинки там рассуждать. Про половинки любви. Вот Аристофан. Собственно, ваш предшественник. Он может быть даже создатель такой, этой концепции. А может быть, Платон ее придумал. Кто же знает. В общем, в культуре эта концепция берет начало отсюда. Так вот. Когда вот эти две половинки, и они ищут друг друга, ищут. Потом находят. И удивительные чувства при этом испытывают. Агафон считает, что Род совершенен. А Сократ в диалоге определяет, что... Что же он там определяет? Что любовь помогает овладеть благом. И особо он замечает... Он рассказывает о своем диалоге с Диатимой. Алкивиад, в свою очередь, хвалит Сократа. Ну, клеится к нему. Как бы это вот так вот. Так вот. Давайте немножко обсудим, что говорит Диатима об Эроте. Давайте, Алкивиад. До свидания. Пократ, что говорит нам интереснее всего. Во-первых. Диатима говорит, что Эрот беспрекрасен. Однако, этот тюк не говорит прямо о том, что он безобразен и зол. Эрот находится всегда между двумя крайностями. Так вот. Его именуют нередко богом прекрасных, добрых и красивых. Ну, это сомнительно. Ну, то есть, да, это действительно сомнительно получается. И у Эрота якобы есть смертность. И это говорит, что нечто среднее между бессмертным и смертным. Получается, по Диатиме, что Эрот и великий гений. Заметьте, слово гений. Я часто разбираю слово гений. Но великий гений это что-то между богом и человеком получается. Да, как всегда. И Эрота здесь называют великим гением. А ведь все гении представляют собой нечто среднее между богом и человеком. Да, в Греции гениев действительно называли вот такими существами. И тогда резонно поднимается вопрос о назначении Эрота в мире. И Диатима говорит, что он обречен быть посредником истолкователем между людьми и болгами. Передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. Прибивая посередине, он заполняет промежуток между теми и другими. Так что вселенная связана с внутренней связью. В общем, благодаря гениям, эротам и так далее. Эрот один из вот этих вот гениев, которые являются промежуточным звеном между богами и людьми, которые соединяют небесное и земное. Ух, да, с Диатимой их всегда все сложно. Очень умная женщина была. Кстати, в диалогах Платона женщины очень часто изображаются глупыми. Диатима исключена. И там, ну, может быть, еще не знаю. Пифи, дидейское исключение, потому что он называл Сократ самым мудрым. А жена Сократа изображает в крайне негативном свете. Там. Федор. Федор. О любви, риторике, душе и перерождении. Сократ и Федор. Рассуждение. Любовь бывает различной. Одна любовь направлена к удовольствию, а другая к совершенству. Второй вид любви именуется рассудительностью. Всякая душа бессмертна, а соединение души и тела смертна. А души воплощаются в разных телах. По нисходящее это выглядит как система такпа. Ну, да. Самое высокое тело, самый высокий, в общем-то, человек – это философ. Потом идет праведный царь, потом политик, потом гимнаст, потом прорицатель, потом поэт, потом земледелец. Длиже к самому низу это софисты всякие и тираны. Тиран – самый плохой человек среди вот всех возможных людей. Софист на втором месте. Так вот, да. Сократ критикует риторику в итоге и восхваляет диалектику. О любви здесь очень ступо нарассказано, между прочим, диалог не самый последовательный. А, но я рекомендую заметить вам, что хуже тирана, только софист. Только софист хуже тирана. Ой-ой-ой. Как же, как же плохи софисты. Какие же они негодяи, собственно. Платон. Очень любил своих оппонентов главных. Очень адекватно изображал их, судя по всему, разочитал их. Ну, чуть-чуть лучше тиранов. Алкивиад первый. А это диалог о власти и справедливости. Участники диалога – Сократ и Алкивиад. В общем-то, да. Здесь описывается беседа Сократа с Алкивиадом и о том, что человеку стоит отказаться от претензий на власть, а пока он, преодолев свое самомнение, не научится, познавая себя в общении с другими, добродетелем, рассудительности и справедливости. Забота о себе требует познать себя. И на вопрос, что же такое человек, он отвечает, человек – это душа. И поэтому любовь к душе важнее, чем любовь к телу, которая со временем увядает. И заботиться прежде всего следует о душе. Ну, собственно, о чем и есть смысл дельфийской надписи «Познай себя». Кстати, вот этот вот диалог, он очень сильно связан с работами Фуко. Там тоже о себе, а тоже отсылки к, в общем-то, Сократу есть, вот к этой части, к Алкивиаду первому. Ну, и вот рассуждения об этом там тоже имеются. Вообще, в нашей культуре вот эти вот рассуждения, связанные с диалогом Алкивиад, актуальны чуть ли не до сих пор. Так вот, душа, если она хочет познать само себя, должна заглянуть в другую душу, особенно ту ее часть, в которой заключено достоинство души, ну, то есть мудрость. Мы должны видеть мудрую. Наша душа должна лицезреть другие души, желательно мудрые. Знание себя делает возможным рассудительностью, включающую знания других, знания государства и умение управлять им, достигая как собственного счастья и добродетели, так и прививая их согражданам. Но пока рассудительность не обретена, следует учиться ей у более достойных, поскольку и дурному человеку подобает рабствовать, тогда как добродетель присуща свободе. Ну, вот такой вот у нас Алкивиад. Бедный Алкивиад очень хотел править, но Сократ решил побеседовать с ним по этому поводу. Да, я после этого на месте Алкивиада править уже бы не хотел никогда, никем, нигде. И с Сократом разговаривать, между прочим, тоже бы не захотел после такого диалога. Алкивиад второй. О молитве. Беседует Сократ и Алкивиад. Сократ встречает Алкивиада на пути к храму и спрашивает его, знает ли тот, о чем следует молить богов. Да, для молитвы, видимо, необходимо знание блага, и для этого нужна определенная доля разумности. Для обычных людей тираническая власть вожделенна, однако она может послужить причиной смерти ее обладателя. Другой же пример, это желание детей иногда может опечалить родителей. И в молитвах богам незнание может стать причиной многих бед. Ну, например, мы помолимся о чем-то, это избудется, а другим людям будет плохо от этого. Ну, нехорошо. Поэтому Сократ хвалит молчаливое благочестие спартанцев. Равным образом и неразумная молитва может обернуться богохульством. Поэтому иногда лучше промолчать, чем помолиться, в общем. Да, не обдумав это. А вот такой вот Сократ. Такой Сократ. Гепарх. Сребролюбец. Участники Сократ-Гепарх. Диалог, скорее всего, не принадлежит Платону. Рассуждение против корыстолюбия. И о многом тоже другом. Можете прочитать, но мы его так вот пропустим. Просто есть такой диалог с Гепарх. Соперники. Кстати, еще один выдающийся диалог Сократа. По философии. Участники два соперника, кстати. И этот диалог, якобы диалог, излагается чуть ли не в прозе. Ну, то есть, это действительно интересно. То есть, уникально. Другие произведения Платона, выполненные в определенном стиле, этот отличается стилистически. Так вот. Один из соперников. Там было два соперника. Да, Сократ и два соперника участвуют в диалоге. Два молодых соперника, которые спорят друг другу. И один из этих двух соперников говорит, что философия это многознание. А философ должен обладать такими знаниями во всех областях, чтобы уступать при этом только экспертам. Ну, Сократ к ним, конечно же, спорит и говорит, что при таких обстоятельствах философ всегда бы уступал экспертом в любых проблемах. И потому был бы бесполезен. Ну, то есть, если бы философ уступал знания врачевания только врачам, то все равно бы люди обращались бы к врачам за лечением. Ну, это очевидно, да, конечно. Но проблема-то опять заключается в том, что специалист... Ну, я считаю, что Сократ здесь не прав, потому что многознание... Это один из критериев философа. Философ должен много знать. Много знать о разных областях. Не обязательно быть специалистом в этих областях абсолютно. Ну, просто много знать обо всем, чтобы складывать общие позиции, общие мнения создавать, так скажем. Создавать большие системы. А быть специалистом в медицине не обязательно. Очень даже тяжело. На одну медицину можно потратить всю жизнь, между прочим. Но для медиков, чтобы создать, например, медицинское мировоззрение в целом, нужен человек, который не является специалистом во всех медицинских областях, но при этом охватывает их своим сознанием. То есть, он знает большой мотив медицинских данных, знает медицинские теории. И может составить общее мнение о медицине в целом и определить ту сторону, куда ей нужно двигаться. Вот такой обобщающий человек в медицине нужен. И об этом, кстати, нередко рассуждают многие, что вот не хватает таких вот идей. Медики многие участники частыми делами занимаются. Не знаю, хирург-хирург занимается. Не знаю, кто угодно. Практолог-практология занимается, да. Но при этом общего представления о медицине, ну, они сами составить не могут. Вот им нужен другой человек, который ставит общее представление о медицине и вообще поможет определить, какие исследования сейчас более полезны, а какие менее полезны. Это человек ближе к философии, чем к медицине в данном случае будет. А, так вот. И философ, это же человек, который занимается чуть ли не всем в мире. Ну, то есть, да. Он может составить систему, которая касается всех областей мира, так или иначе. И для этого будет пользоваться информация, которая поступает к нему от, в общем-то, частников, таких частных исследователей или частных, в общем-то, специалистов. И если он это грамотно сделает, ну, конечно, к нему не будут обращаться по вопросам медицины, например. Но по вопросам, связанным с общим устройством мира, с общим устройством медицины, может быть. Может быть, лучше обратиться к философу, чем к медику. Например, хирург, что вам скажет по вопросам медицины? Он всю жизнь людей режет. Не факт, что у него адекватная позиция по вопросам медицины. Вот совершенно не факт. Даже если он великий профессионал в своем деле, если он отлично занимается хирургией, если после него вообще 100% случаев все здоровые, выходит, это не имеет никакого отношения к медицине вообще. Именно медицина, дефис, вообще. Ну, то есть, вся медицина в целом. Это имеет отношение именно вот к той отрасли медицины, которая занимается. И он не может быть очень даже молодцом. Так вот. А Сократ же думает, что философ должен разбираться в том, что такое добро. Ну, в общем-то, это и есть специализация философа. Быть добрым. И в этом искусстве он должен быть лучшим. Я не знаю, честно говоря. Ну, опять же, моральки, моральки, моральки Сократа. Ну, от Сократа многое пошло просто. И это надо учитывать. И если вы не знаете ничего о добре, ничего о зле, то считайте диалоги Платона и знакомцы с позицией Сократа. Так. Следующий диалог называется Фиаг. И он тоже о философии. Участники Сократ, Фиаг, Демадок. Так вот. Фиаг жаждет овладеть мудростью. Сократ пытается выяснить, какую мудрость имеет в виду Фиаг и узнает, что речь идет об управлении всеми людьми. Однако Сократ замечает, что управляющий людьми скорее называется тираном, чем мудрецом. Фиаг возражает, что он желает управлять людьми отнюдь не насилием, но мудростью. В ходе дальнейшего рассуждения оказывается, что государственные мужи нередко бывают хорошими воспитателями. Сократ же рекомендует взять учителя софистов Продика и Горгия. Фиаг обращает внимание, что и Сократ является неплохим наставником. Ну и, в общем-то, Сократ потом начинает рассказ о своем демоне, который с детства предостерегает его от свершений, что-то нашептывает ему какие-то там идеи свои, и на себя действие его предостерегает от всяких. Вот. И начинается тема, что человек должен слушать своего демона. Демон, он то есть своего гения, своего полубога, который сообщен с космосом, с богами, с другими. Которые являются промежуточной мощью, ступенью между богом и человеком. И вот от них нужно учиться. Мудрость зависит от благословности демона. Если демон тебе не благословен, ну, то ты не мудр просто по определению, да. Ну, то есть, вы как видите, у Сократа вместе с рационалистическими позициями, какими-нибудь рассуждениями, выяснениями терминов, узнавать все, пояснять. Есть и такие мифологические темы, где просто вот, вот есть демон, и он тебе вот что-то говорит, или предостерегает тебя. Он говорит тебе, Шадов, не защищай ты их на ситуацию, это тебе не поможет. И ты такой, да, это будет мудро. Я следую мудрости демона. Ну и вот, вывод. Сила демона, оказывающая влияние на более способных приментов учеников, тем самым лишает своей помощи неспособных к философии. Парам-парам-пам. Ух, если демон, в общем-то, да, вам не помогает, до свидания. Как говорил великий мыслитель Дугин, да. А что такое философия? Как нужно отвечать на то вопрос? Иди-ка ты к демону, дружище. А Хармид об умеренности. Опять же, участие в диалоге принимает Сократ, Хармид и Критий, уже известный нам Критий, конечно же. Фух, какой большой диалог. Критий хвалит Хармид за его благоразумие. На греческом сафросюной оно называется. Сократ просит прояснить, что это такое. Хармид утверждает, что это умение все делать, соблюдая порядок и не спеша. Ну, еще так же это называют осторожностью и осмотрительностью. Сократ это определение не принимает, поскольку сафросюны, ну, то есть благоразумие, да, прекрасно, а мы ценим как прекрасную быстроту и легкость проявления своих способностей. Тогда Хармид предлагает видеть в сафросюны стыдливость и скромность. Сократ, опять же, парирует, ну, стыдливость в нужде это не благо. Тогда как сафросюны благо всегда. Ну, то есть благоразумие это всегда благо просто по определению, потому что так считает Сократ. Тогда Хармид предлагает определять благоразумие как умение заниматься своим. Сократ показывает, что... А люди проявляют благоразумие, занимаясь не только своими делами. И делает из этого вывод, что определение, ну, неверное. Неверное, да. Потом начинается диалог с Критием. Крити, он уже такой более софистический персонаж, он интересен этим так. Крити, защищая определение сафросюны как занятие своим, предлагает различать, делать чужие дела и заниматься чужими делами. Говоря, что только первое может делать благоразумный человек. Занимаясь в то же время своим делом, Сократ приходит к выводу, что тогда благоразумие совершение хороших дел человеком, который далеко не всегда сознает себя обладающим благоразумием. Тогда Крити предлагает определять благоразумие как самопознание или науку о себе. Да, и потом, под вопросами Сократа, Крити расширяет свое определение. Он говорит, что благоразумие это наука о себе. Наука о науках или наука о невежестве. Правда, Сократ отмечает сомнительность такого определения, поскольку познание в большинстве своих форм направлено на нечто иное. По крайней мере, как наука о науках, благоразумие должно также включать в себя знание о предмете наук. В противном случае она не сможет по-настоящему оценивать эти науки. Но если так, тогда благоразумие оказывается полезным, вместе с тем чрезвычайно трудно осваиваемым. Кроме того, благоразумие как сознательность не гарантирует счастья. Ну и Крити под влиянием Сократа определяет, в общем-то, благоразумие как науку о добре и зле. Да, но Сократ, опять же, опровергает это. Потому что благоразумие не несет непосредственной пользы, как, например, не наука о медицине несет здоровье, а сама медицина. На этом исследовании приходит в тупик, и Сократ говорит, что причиной этого явилась чрезмерная поспешность и непоследовательность в предложенных определениях разных. И перекладывает вину собеседников на себя. Вот какой прекрасный Сократ. Ох, об умеренности, об умеренности, о рассудителе. Вот оно. Следующий диалог. О Лахес. О мужестве. Участники. Сократ, Лахес, Никита, Лосимах, Мелесий, Тукинид, Аристик. Фалик почему-то стоит, я не честно говоря, не знаю почему. А, так вот. Лахес говорит, что война, что для война мужество означает удерживать свою позицию, сражаясь. Почему бы и нет. Сократ считает, что такое определение слишком частое. Предлагая найти более широкое. Ну, тогда Лахес утверждает, что мужество – это стойкость души. Однако, Сократ критикует и это определение, поскольку в битве часто благоразумнее отступить, а благоразумие не может противоречить мужеству, поскольку оно добродетельно. Следовательно, мужеству не всегда есть стойкость. Лахес сокрушается, что хоть и имеет храбрость, но не может ее достойно определить. Сократ призывает уподобиться в исследовании хорошему охотнику, упорно преследующему добычу. Они обращаются к Никею, которая говорит, что храбрость – знание. Чего следует опасаться. А на что следует надеяться, как в войне, так и в жизни. Ну, то есть, сделали еще тоньше определение, неинтересно. А Сократ спрашивает. А если тогда оно у животных? И Нике отрицает это, но нет. У животных, в общем-то, благоразумие какое? Какое мужество у животных? И Сократ подводит тому, что такое знание означает не только знание будущего добра и зла, но и прошлого и настоящего. Но такое знание равнозначно добродетели вообще. Но мужество является ее частью. Поскольку найденные определения оказываются недовлетворительными, беседа заходит в тупик. И Сократ призывает продолжать осмыслять этот вопрос. Тем самым, учась не только молодых людей, но и всех собеседников. Учась не только у молодых людей, но и у всех собеседников. Да. Нормально. В общем, вот о мужестве, о добродетели, опять же, о добре, о нравственности, о том, что такое. Лисит о дружбе. Следующий диалог. Сократ, Лисит, Ксетип, Гепатал, Минексен участвуют. Знакомые люди. Так вот. Диалог о дружбе. Диалог по своей сути является беседой о дружбе. Дружба это личные и бескорыстные взаимоотношения, основанные на любви, доверии, искренности и взаимных симпатиях. Эти чувства занимают серединное положение между добром и злом, и характерное для того, кто переживает становление в благе. Дружба основана на стремлении достичь чего-то желаемого, в чем человек испытывает недостаток, и что может он найти у другого родственного и подобного себе. В данном диалоге не дается окончательного определения дружбы, однако здесь уже описывается понятие другого чувства любви, тоже имеющего огромный нравственный смысл. Вот еще один диалог. Эфтидем о спорщиках и философах участвует Сократ, Эфтидем, Критон. Ну и вывод такой у этого диалога, он довольно-таки, опять же, сомнительный, спорно, что он принадлежит Сократу, ой, Платону, точнее, Платону, спорно, что принадлежит Платону, и поэтому мы рассмотрим только вывод статуса. Вот, Критон, и не поступай так, как не следует, но махнув рукой на тех, кто подвязается к философии, достойны они люди, плохие, хорошенько, попытай само дело, и если оно покажется тебе негодным, отпрощай от него любого, и не только своих сыновей. Если же оно явится тебе таким, как я его считаю, смело принимайся за него и в нем упражняйся, как говорится, и сам, и дети твои. Ну, то есть, испытывать философию надо, беседовать с людьми, и советовать философию, если она хороша всем, а если она не хороша, если тебе не нравится философия, например, философистов, если тебе не нравится, она кажется тебе по фулон, то говори всем, что она отвратительная, отвращает от этого дела любого из своих сыновей, в том числе. Протагор, софисты, участники, Сократ, Протагор, Гиппократ, Калий, Продик. Так вот, это диалог непосредственно с великим Протагором, с великим софистом, старшим софистом, очень сильным, тут еще и Продик есть, еще один старший софист. Ну вот. Вступление. Оно о желании молодых учиться, чему и у кого надо начинать учиться. Тут и о знании есть информация. Так вот. И об умении управлять, в том числе, диалог идет, тут есть аргументы Протагора такими, например, истинному искусству управлять можно научиться. Так считает Протагор. Протагор рассказывает миф, в основе которого лежат этические, социальные, историко-культурные проблемы. И он считает, что вот здесь заключен некий логос. Сократ же пытается вскрыть вот эту софистическую антитезу природы и закона, которая якобы свойственна софистам. И начинает, в общем-то, критиковать своего оппонента. Они рассуждают о поэдии, искусстве речей, о сочетании мудрости и красоты речей, о дарах богов. То есть, вообще, потом, опять же, речь заходит, что считать злом, что добродетелю, а потом о сходстве противоположностей. Сократ заставляет этически подойти к добродетелю и так далее, и так далее, и так далее. Диалог довольно-таки сложный, насыщенный. Он, по сути, обо всем, о многом одновременно, этот диалог. В нем участвует и Протик, и Протагор. Ну, и, судя по всему, Протагор в итоге проигрывает. Поэтому, у меня так получается путано все это воспроизвести, потому что все это вывестить, как бы, в один текст, короткий, очень тяжело. Рекомендую прочитать Протагор, хороший диалог. Сократ и Протагор, делая комплименты друг другу в итоге, оставляют беседу до следующей встречи. А Сократ, да, Сократ подло, подло и низко иронизирует по поводу значимости Протагора. Вот как ему не стыдно. Показывает свое лицемерие в данном случае. Скорее всего, самый достойнейший из софистов, Протагор, вот подвергся насмешкам Сократа. И мне, например, это не очень нравится. Сократ не любит софистов, но они его главные идейные противники, ну, судя по всему. Вообще, главные идейные противники Платона и позже уже Аристотеля. Потому что они редко придерживаются реалистических взглядов на мир. Они отстаивают непознаваемость мира, либо релятивизм. В любом случае, все это показывает реальное отношение Сократа к его ключевому оппоненту, которого очень трудно не называть человеком умным и готовым спорить. Ну, возможно, здесь мы видим влияние именно Платона. Платон пытается какую-то мораль вывести. Мол, Протагор плохой, Сократ хороший. Вот как бы, вот и все, до свидания. Может быть, так и было. Может быть, не знаю, Протагор не так уж и проиграл Сократу, как показано в диалоге. Посмотрим. Следующий диалог Горгий. Горгий еще один известный софист, старший. А, и он о риторике. А участники диалога Сократ, Горгий, Каликал, Сирифонт и Пол. Так вот. Сократ выясняет, в каком искусстве силен Горгий и получает ответ, что в риторике. Далее Сократ узнает, что предметом риторики являются речи. Однако, далее он недоумевает, ведь речи присутствуют в каждом искусстве. Далее собеседники выясняют, что риторика это искусство убеждения. Сократ демонстрирует, что риторика в расхожем представлении бессодержательна. По сути, она оказывается тенью государственного искусства, поскольку обычно ораторы ведут речь о справедливости. Ораторы же, пренебрегающие справедливостью, похожи на тиранов. Ну, кстати, в Просимах, в итоге, с которым мы тоже познакомимся чуть-чуть позже, как раз пренебрегал справедливостью. Сократ опровергает представление о том, что силы являются благом, так как в этом случае благом бы обладали убийцы и заговорщики. В конце диалога Сократ учат о загробном воздаянии, когда праведники отправляются на острова блаженных, а злодеев тартов. А где некоторые тираны, например, Сизип и Тантал, обрешены на вечные муки. Этот аргумент позволяет доказать Сократу тезис, что лучше терпеть несправедливость, чем ее творить. Кроме того, Сократ доказывает, что несправедливость хуже смерти, поскольку суть тогда хуже смерти, которая в сути разделения души и тела. В общем-то, и плохо быть несправедливым. Опять в беседах с софистами проявляет себя в качестве радикального догматика, который рассуждает о вещах неосязаемых и непроверяемых, при этом кажется, что он побеждает своего оппонента. На деле же мне думается, что эти победы надуманы Платоном. Ну, по сути, сами посудите, вот Сократ рассуждает о справедливости, некой такой абстрактной справедливости, которая там где-то когда-то есть. Софисты рассуждают о телесной такой справедливости. Ну, то есть, есть мужик, у мужика есть армия, он тиран, он решает, что справедливо, что несправедливо, он устанавливает закон. Ну, чисто технически софисты права. А вот чисто там духовно, может быть, Сократ прав. Но это еще надо доказать. Просто позиция софистов, она более доказуема. У нее есть эмпирические доказательства в мире, так скажем. Софисты могут манипулировать многочисленными эмпирическими доказательствами, в то время как Сократу остается только придумывать что-то там с идеями и доказывать это. Следующий Сократ. Следующий диалог это Минон. О Добродетели. Участники. Сократ, Минон, Рад Минона. Это Аниф. Че я Аниф здесь? А, так вот. Что такое Добродетель? Можно ли ей научиться? Минон пытается перечислить Добродетели, однако Сократ останавливает его, заставляет сказать, что же такое Добродетель сама по себе, как идея. Так вот. Это знание, как припоминание виденого в посторонней жизни. С помощью наводящих вопросов Сократ демонстрирует, что даже раб, раб, в общем-то, Минона, который не знает геометрию, он в итоге ее, оказывается, знает. Он смог ее припомнить. Он смог припомнить теорему Пифагора, ее доказательства. Таким образом он припоминает то, что знал в прошлой жизни. В итоге Сократ возвращается к вопросу о Добродетели. Он делает вывод, что Добродетели нельзя научиться, поскольку нет учителей Добродетели. Весьма добрые мужи, пиняне, не смогли преподать Добродетель своим сыновьям. Посему Добродетель является знаком божественного удела. На этом мы первую часть лекции, думаю, закончим. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Добродетели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok